Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Сколько ему лет? В этом году будет 32 Его заберут? Или уже забрали? Нет, он дома У него недавно сын родился Он внука не родил Ясно, понятно В феврале Так Куришь? Да Вот так еще не сказал, покурил Готов? Да Представься в камеру разбитого Самсунга Это секретная информация Вам она не нужна? Так что вот так вот Это секретная информация Вам она не нужна? Так что вот так вот В принципе там учился Рос Работал До 39 лет В 11-м году 2011 Образование? Образование средне Специальное По профессии Повар-пекарь судовой Ух ты! Есть такая специальность? Ну в то время Да В то время Как бы Они были как Эспериментальные Если даже В мореходке Они тоже присутствовали Чему учат Повара-кухаря Пекаря, да? Повар-пекарь Судовой Судовой Чем отличается От обычной кухни? Ну Отличается чем? Тем, что Вот этих вот Так сказать Выразиться Финти перцевых блюд Особо Как в ресторанах И не делается В общем Ну Такая аскетичная Кухня Как макароны По-флотски Борщи Супы Щи Для просто Простых моряков Работяг Понял Когда ты закончил Ты закончил Получается По этой специальности В 90-м году В 90-м году И плавал Нет Я сразу ушел в армию В армию После армии После армии Пришел Естественно Домой В руках был Ваучер Никому не нужный Что такое ваучер Ну в то время Выдавали ваучеры Такая бумажка Типа можно было Стать владельцем Какого-то определенного Мероприятия Ну предприятия Или что-то Ну и так подумал Что семья У меня уже был ребенок Сын родился Когда мне было 20 лет И надо было Растить Как бы уже ребенка И кровить семью Проживать с родителями Я так можно сказать На своей шкуре Это почувствовал Потому что Жена ко мне Стала относиться Именно так же Как моя мама К своему отцу И мне стало Это не нравиться Сделали родственный обмен У меня бабушка Царство небесное В то время Еще была парализована И в общем Мы переехали Так подожди Что значит Твоя жена Начала с тобой Обращаться Как мать с отцом А как мать с отцом Ну они прижили Уже определенное время Правильно Где-то лет 20 Так скажем То есть они уже Прошел вот этот Конфетно-букетный период У них давно Они уже вырастили Нас двоих У меня сестра еще старшая Есть Вот И у них уже такая Обыденность Рутина Семейная Вот А у нас Молодая семья И вот эти вот Скандалы Перенесенные Из другой семьи В нашего Они стали В общем-то Периодическими Зарплату платили Не вовремя И так далее И тому подобное То есть вот Ну это такая Семейная рутина Которая закончилась Как только мы От родителей уехали Когда первый раз Ты пошел Ты сказал Что ты много плавал Да Я сначала Поработал По ресторанам Все это То не платят То еще что-то То находят Какую-то Недостачу Специально Непонятную Ну это вот Такой бизнес Начинался Развиваться В те времена До 90 Да В 90 Конечно Вот Ну и в общем-то Я решил Пойти по морям Вот Так как у меня Профессия В общем-то Позволяет Да и Выучился я Специально На эту профессию Я пошел Сначала Река Река Море Это была Такая Небольшая Самоходная Боржа Которая Ходила По Северной Двине Выходила В Белое Море И вот Мы возили Там То уголь То трубы То еще Что-то Такое Заходили Всякие Маленькие Речки И доставляли До туда Вот Продукцию Вот Там Я готовил Для экипажа Примерно Было 14 Человек Вот Потом Очень много Стало Уходить Из Северно-морского Пароходства И С других Компаний Которые Государственные Стало Много Уходить Моряков Естественно Под Флажный Флот То есть Начала Появляться Крюнговая Компания Вот Ну и Крюнговой Может там другие правила Английский язык И так далее Все это строго Надо было Тесты проходить Естественно Все это Я стал проходить Потихоньку Изучать Обучать Чтобы добиться Своего И вот В конце 90-х Пошел я На сдачу Английского Языка Прошел С первого Раза И где-то Через месяц Первый Мой контракт Я подписал За компанией Вилсон Это Норвежская Компания Она в общем-то Была в свое время Популярной Может быть и сейчас Просто я давно Уже как бы Не общался Проработал я там Прочти 8,5 лет На норвежскую Компанию На эту Зарплата В общем-то По тем временам Была неплохая Началась Конечно Она сначала С 1000 долларов Потом все Больше и выше И выше И выше Естественно До когда Ты плавал До Тогда Когда я плавал Что Сколько Потом лет Ты плавал Сейчас В общей сложности Где-то Около 26 25 лет Хорошо Когда Последний Рейс У тебя Был Крайний Рейс У меня Был Так В 22 Году Когда В 22 Году Не А когда Уже война была В декабре А уже была война Откуда пришел Так Мы пришли В Тринидад Там сменились Потом Там у нас В гостинице Мы Сутки пожили Поехали В друг И потом По-моему Да Прилетели В Турцию Из Турции Полетели В Москву И все Вот После этого Приехал В Ростов Вот Да Тогда уже Была Объявлена И даже Мобилизация Насколько я знаю Да В сентябре Она была Да Тогда уже Была В каких странах Ты был Можешь перечислить Ой Это очень сложно Проще сказать Где я и не был Где ты не был Вот Такие страны Ну Давайте Скажем проще Вот Те страны Которые окружают Моя и океаны Можно сказать Практически Во всех Дух Если брать Европу То это Вот Норвегия Швеция Финляндия Однозначно Прибалтийские Страны Вот Дания Англия Англия Ирландия Исландия Германия Польша Франция Испания Португалия Италия Мальта Северная Африка Тунис Алжир Где лучше В России Или в этих странах Которые ты перечисляешь Ну я не говорю Про Алжир Ну Понятно Конечно Что я побывал И в общем-то И Европе И в Америке И в Китае И в Корее И в Японии Давай Где лучше Если вот Китай Рашка Ну В свое время В свое время Мы же как-то Разговаривали По поводу Переезда Ну вот Это было Где-то Лет Может Десять Назад Вот Мы тогда Рассматривали Вариант Конечно же Испания Почему Потому что Там Погода Вроде и климат Да Климат Немножко Схож Так скажем С Тростовской Уточнение Вы даете согласие На запись И публикацию Беседы Это надо мне спросить Ну Если это будет Способствовать Нет Это просто вопрос Потому что Без Вашего разрешения Я не могу Это использовать На ютубе Мне надо Спросить Разрешение И оно будет Опубликовано Вы даете Согласие На запись И публикацию Беседы Это мне надо было Сделать вначале Я завтыкал Не-не-не Без проблем Если Это необходимо Это Ну Это Да Ну а с какой Целью Тогда мы Все это делаем Я думаю Что скорее всего Ну мне надо Задать вопрос И получить ответ От себя Еще хочу добавить Что моя программа Работает Я плачу деньги За информацию Которая позволяет Объехать их Мне интересуют Военные На линии фронта В штабах Офицеры Любого уровня И в принципе Представители ВПК Где-нибудь В тылу Деньги от апостола Это моя программа По которой я плачу Деньги за информацию Интересует информация Оперативного уровня Тактического уровня И стратегического уровня Выплаты делаю Любым способом Начиная от налички В любом городе Заканчивая Криптой Или на карты Банков РФ Интересует Чтобы мне написали Люди Которые находятся Непосредственно На линии соприкосновения Независимо от звания Рядовые Полковники Майоры Капитаны А также Кто воюет В каких-то Тыловых частях Кабинетные Офицеры Интересуют Штабные офицеры И просто Патриотически Настроенные люди Которые Не согласны С войной Телеграм Здесь Ватсап Для связи Он в приоритете Здесь И внизу написан Мой телеграм-канал Программа у меня такая есть Хорошая Или плохая Ну Это Я не знаю Я просто Ни разу Не видел Лаши программы Не интересуетесь Политикой Я плачу Деньги За то Что Твои коллеги Сдают Информацию Это плохо Или хорошо Ну В определенной Ситуации Я считаю Что Я считаю Что А почему бы И нет Правильно Ты же за деньгами пришел Не Я пришел сюда Чтобы Меня сына не забрали Как это работает Что значит Сына не забрали Что за бред Вы же знаете Что моя профессия Работа Моя в общем-то Была нормально Оплачиваемая Да У меня зарплата Была Примерно Около Двух с половиной Тысяч Долларов Да Вот И Этого было В принципе Моей семье Достаточно Кем работает Сын Ой Он работает В магазине Что-то Там То ли Я не могу Точно сказать Я знаю Что у него Профессия Бухгалтер Кем работает Жена Жена У меня Не работает Окей Бред Я пошел За сына Не работает Поэтому Я хочу Понять Нафига Ты И вы Пришли На войну Я просто Боялся Что его Заберут У вас же Нету Такого Что если Один В семье Воюет Ты же Не Чеченец Нет Почему У нас Есть Такое Нет Как Нет Какой Закон Это Говорит Ну То есть Вот Возвращаешься Ты Из Рейса С Когда Ты Воюешь С 20 Сейчас Скажу Подписал Контракт Я 2 Февраля 23 Года Вернулся Ты В декабре Чем Ты Занимался Два Месяца Дома С Детьми И Как Пришло Вот Это Вот Что Я Пойду На Войну Ну Да Конечно Не Сразу Все Пришло Все Эти Два Месяца В общем То Как Бо Можно Сказать Почти Квартира Есть Ну Где Проживать Есть Да Не Ну Имеется Ввиду Своя Квартира Ну Да Она Наша Но Она Правда Пока Не Переведена Еще У нас Жилое Помещение Что Это Значит Просто У меня Жена Приобрела Помещение Которое В статусе Нежилого Это В каком Ура Сокольный Этаж В Ростове В Ростове Сокольный Этаж Да Вы знаете Где Магазинчики Снизу Делаются Вот Это Все Там Парикмакерские Кто-то Открывает Кто-то Выкупает Эти Помещения И Потом Превращает Как-то В свой Бизнес Кто-то Может Там Пивнушку Открывает За Сколько Она Купила Помещение Сколько Там Квадратов 30 Квадратов Вот По-моему За 900 Мы брали Строй Вариант Да За 900 Тысяч Строй Вариант Ну Естественно Мы Своими Средствами Уже Делали Ремонт Сделали Ремонт Более-менее Такой Европейский Получилась Такая Небольшая Студия Почему Не купить Просто Квартиру А жить В подвале Ну Я бы не сказал Что это Особо Как бы Подвал Он В общем-то Не скажу Что На подвальное Помещение Ну Да Окна Там Конечно Как бы Немного Ниже Чем Обычно Не Выше Как бы Ну Окно На уровне Асфальта Или Выше Тут Не Намного Выше Там Где-то С метров 20-30 Асфальта Вот Тут Семейные Обстоятельства Складывались Какие Я когда Переехал В Ростов С Натальей Мы снимали Снимали Квартиру Да 28 тысяч Сколько Не Мы снимали 15 тысяч У нас выходило Это Однушку Вы снимали Да А Ну Просто Трешка С хорошим Ремонтом Где-то 25 тысяч Тогда Еще У нас Детей Не было Мы В общем-то Снимали Примерно Где-то Лет 9 Ну Естественно Старались Как-то Что-то Откладывать Что-то Где-то Экономить Приходилось Мне работать А почему Она не работает Ну Как вам сказать По профессии Ей было Очень сложно Найти Она юрист Там Нужно было В том-то и дело Что когда Юристу Проблема Найти Работу Да Ну как Работа есть Но она Очень низкооплачиваемая Очень низкооплачиваемая Почему Потому что Нет Допустим У тебя Стажа Тебя на хорошую Высокооплачиваемую Не берут Вот нужно сначала Отработать Какой-то стаж Наработать Правильно Так работает В этом мире Вы же перед тем Как получать Две с половиной Тысячи Получал В общем-то Когда я с ней Познакомился Она работала Диспетчером Склада Вот Ну Ей нравилось А до Ростова Вы где были? Я в Архангельске Жил А что такой Резкий переезд Из Архангельска? А я познакомился Просто с Натальей По интернету Это когда было? В Одиннадцатом году В Две тысячи Одиннадцатом? Да Это вторая жена? Да О Сложилось Потому что А первая? А первая Она Ну Мы развелись Чего? Ну Так получилось А сын Которому Тридцать два От первой Да От второй Натальи От второй Натальи У меня Дочка И сын Александра Андреевна Восемь лет И Иван Андреевич Четыре годика Твой Твой? И первый Второй Твой А что Развелись? Ну Сказать Банально Не сошлись С характером Это будет Как Херня Ну Да Я Согласен Ну Не знаю Я Так Получилось В общем Так Получилось Сыну Тогда Еще Было Где-то Шесть Лет Вы Развелись И через Сколько Ты Переехал? Так Сейчас Скажу Когда Вы Развелись? Через Тринадцать Лет Я Переехал То Есть Вы Развелись И Ты Еще Тринадцать Лет Жил В Архангельске Типа Сам По Себе Она Жила С Ребенком Ты Платил Алименты Правильно? Ну Поскольку Она Приходила Сама Даже Когда У меня Было Одно Предприятие Я Работал На Одном Предприятии Вот Она Приходила Я Специальное Заявление Написал Чтобы Она Приходила Сама Получала Понятно Это Не Ну Это Мелочь Ребенку Карточку Маме Оставлял Дополнительную А Когда Я Дом Естественно Я Сам Посылал Бывало По Двенадцать По Разному Там С Первой Женой Отношения Поддерживаете? Нет Она Уже Другую Семью Звела Ну Типа Не Общаетесь Нет Никак А С С Ты Ты Еще Побыл Тринадцать Лет В Архангельске И Переехал В Ростов Потому Что Познакомился По Американскому Интернету С Текущей Женой Которой Мы будем Звонить Да Познакомился По Интернету С Натальей И После Контракта Приехал К ней В Ростов Когда Ты Переехал В Ростов Одиннадцатого Да С Двадцать Четвертого На Двадцать Пятый У меня Пролетел Самолет Ноября Какого Года Одиннадцатого Года 2011 И Потом Сделали Мальчика И Потом Девочку Не У нас Не Сразу Получилась Девочка Три Года Никак Не Могли Забеременеть Ну Короче По Сути Не Важно И Наталья А Сколько Наталье Лет Она На Десять лет У меня Моложе Ей Сорок Два Будет В В общем-то Позволяла Она Пыталась Она Пыталась Я И Запрещал Просто Я Говорю Давай Лучше Двадцать Тысяч Буду Сам Тебе Платить Но Ты Будешь Сидеть Дома И За Детьми Смотреть Вот Последняя Зарплата У тебя Была Порядка Где-то Двести Тысяч Двести Четыре Двести Четыре Ну Ну Сидишь Ты В январе Феврале Двадцать Третьего Года И Думаешь Пойду Ка Я Что Естественно Не сразу Мне пришла Эта Мысль В голову Естественно Вот Это Все Шло Из Наших СМИ Телевизор По Ночам Бессонные Ночи Все Вот Это На Меня Вываливалось Вот Ну Я Посмотрел Так Что Они Даже Не возьмут В расчет Что У меня У сына Есть Инвалидность Он У меня Слегка Глуховат У него Тугоухость Он Это Вообще Не проблема Вот Я Чему Говорю Вам Что Они Могут И Таким Даже Диагнозом Взять Его И Мобилизовать Я Да Взял Написал На госуслугах Заявление И на следующий день Мне сказали Идти в военкомат Все Ну Пришло Письмо Ну Где В этой цепочке Сын В этой цепочке Сын Он Как раз Был В Воронеже В этой цепочке Сын Сколько Подъемных Денег Дали Так Я писал Заявление Рапорт Я писал В двух Экземплярах На Материальную Помощь Это Примерно Две Два Клада И Плюс 195 Подати Вот Как у Нас Сколько Все Где-то 600 Получилось Не 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 Всего 195 И Плюс 30 С Копейками Там У меня Всего Я не могу Понять Где В цепочке Сын Что Ты Постоянно Говоришь Я думал Чтобы Его Не Забрали Ты С кем Ты Это Проговаривал Нет Потому Что Нет Такого Понимания Ты Пошел Обычным Контрактником Ты Пришел Подписал Контракт Ну Да Где Здесь Сын Ты Написал В контракте Рукой Теперь Не Призывайте Моего Сына Не Ну Конечно Все Это Не Так А Как Вот Ну Я Просто Пообщался С Человеком Что Если Кормильца В семье Одного Забирают Так Скажем То Второго Второго Уже Могут Не Забирать Вы Сейчас В данной Ситуации Вот смотрите У Сына Статус У Него У Самого Есть Сын И У Него Еще Младшая Сестра И Младший Брат Которые Несовершеннолетние Что За Бред Ну Вот Такой Бред Пришел В голову Что Какое Ты Имеешь Отношение К Сыну Если Сыну Уже 32 Года Это Отдельно Стоящая Ячейка Отдельный Вообще Какой То Организм Не Ну Он же Все Таки Мой Сын Я Не Хочу Чтоб Он Попадал Сюда Не Причем Не Хотел И Не Хочу Он Попадет Я Не Знаю Я Буду Все Делать Так Чтоб Того Не Случилось С Кем Ты Разговаривал Я Общался В Интернете С Кем С Ребятами С Моряками Со Своими Как Вот Ту Информацию Какую Они Там Знали Мне Выдавали Что Вот Как То Так Что Если Допустим У Меня Возраст Уже На то Время Я Был Не Призывной Тогда Еще Не Было Продлено Сейчас Это Мы Я Хотел Отдельно Про Эту Тему Поговорить Вот Тогда Я Понимал Мне Еще Сказали А Чего Ты Сует Тебя Не Призвут Ты Все В Лет Куда Ты Пойдешь Я Принцип Никуда Не Собираюсь Если У меня Сейчас Будут Цены Забирать Что Мне Делать Спрошу По-другому На Какую Последнюю Компанию Ты Работал Это Была Кромгая Компания Биджай Новороссийск Они Находили Для Меня Пароходы Компании Компания Называлась Аман Шиппинг Это Танкера Которые Занимаются Перевозкой Нефти И Нефтепродуктов Да Вообще Санкции Как-то Коснулись А Я Не Российскую Нефть Перевозил Не Имеется Ввиду Вообще Санкции Коснулись Только Крайний Контракт Крайний Контракт Коснулась Тем Что Было Очень Проблемно Переслать Деньги Семье Надо Было Искать Банки С которыми Работает Компания Но Я Тогда Не знал У меня Такой Информации Не Было Я Пришел На Пароход Только Тогда Узнал Капитана Он Выдал Список И Сказал Что С Русских Банков Там Не Было Короче Нет У меня Была Сделана Карта Рабочая Сбербанковская Которая Попала Под Санкции И Я Не Мог Пользоваться Чтобы Ею Отправить Деньги Семье Когда Ты Вернулся В декабре Тебе Сказали Когда В следующий Рейс Ты Пойдешь Мне Сказал Мой Агент Девушка Не Помню Как Зовут Она Сказала Что Политика Компании Сейчас Работает На Тем Чтобы Всех Поваров Менять На Других То есть Будут Набирать С Других Стран Поэтому То есть Тебе Сказали Если Убрать Все Вот Эти Красивые Слова Проблемы Туда Сюда Что По Твоей Специальности Мы Тебе В ближайшем Будущем Работы Найти Не Сможем Ну Они Сказали Что Это В перспективе По Факту Как Бы Не Было Чтобы Конкретно Она Мне Сказала Что Вроде Как Идет К Этому Но Пока Ну Допустим Вот Поменяли Третьих Механиков Убрали Стали Уже Омановцы Ходить Вместо Русских Хорошо И Такая Тенденция Шла В сторону Поваров Хорошо Ну И Мой Вопрос Все Таки Возвращаешься Ты Из Рейса Так Можно Говорить Ну Да Ну Ты по идее Должен Знать Когда Ты Идешь В Следующий Раз Чтобы Что Планировать Да Я Примерно Через Неделю Как Правило Мы Все Звоним В Офис Агентам Узнаете И Что Тебе Сказали Мне Сказали Что Все Хорошо Ожидайте Все Сколько Раз Ты Еще Звонил Нет Все Я Больше Не Звонил Ну Работы Походу Уже Не Бло Нет Они Позвонили Но Они Позвонили Уже После Того Как Я Заключил Контракт С МО Короче На Войну Ты Пошел Потому Что Надо Были Деньги Потому Что Не Был Работы Нет Почему Деньги Були Ну Как Если Я Отработал Шесть Месяцев На Пароходе Подписываю Контракт Шесть Плюс Минус Один Да То Если Подходящий Рейс Это Порт То Меня Естественно Сразу Меняют И Получилось Что У меня Контракт Заканчивается Ровно Семь Месяцев Мы Приходим В Тринидад И Меня Там Меня То Семь Месяцев Я Отработал На Пароходе Пришел Домой И Через Два Месяца У меня Зарплата Никак Не Могла Закончиться Ну Шесть Месяцев Жена С Двумя Детьми Жила Квартиру Платила Плюс Ты Что-то Отратил Я Отратил Очень Мало Во-первых У меня Большой Пароход И Нам В Город Нас Не Запускали Тем Более После Пандемии Мы Все Время На Пароходе Раньше Можно Было Выходить В Города А Сейчас Большие Пароходы Не Запускают Их На Монабу И Разгружают И Загружают Поэтому Ну Да Конечно Тратятся Деньги Тогда Когда Ты Ходишь В Город Сколько У Тебя Было Денег В Феврале Месяца Ой Сейчас Я Точно Не Могу Сказать Ну Чтобы Еще Месяца Четыре Пять Полгода Пожить Достаточно А Ремонт В Цокольном О Так Мы же давно Сделали А Уже Сделали И Вы Там И Жили Мы Переехали У нас Сыну Только Годик И Вы Там И Жили Все Это Время Да Вот Мы Живем Сейчас Уже Скоро Четыре Года Будет Сейчас В декабре Сынам Будет Пять И Вот Как Раз Где-то Вот Да Четыре Года Назад Я Не Могу Сложить До Шестьдети Лет Он Пошел По сути В Пятьдесят Лет Да Мне Было Пятьдесят Пятьдесят Какой-то Бред Типа Я Пошел За Сына Но Это Так Не Работает Он Отдельно Стоящий Бегущий Человек Который Вообще Эта История Никак Не Касается Мало Того Есть Когда Из Одной Семьи Три Человека Воюют И Двоих Убили Я Знаю Такого Пленного Ну Это Из Разряда Скорее Село То Что Они Тоже Идут По Своему Желанию Я Просто Не Исключал Дмитрий Я Не Исключал Того Варианта Что Моего Сына Заберут И Даже Не Спросят Ты Сыном На Эту Тему Говорил Ну Нет Ты Уже Ответил На Этот Нет Ну Как Вам Сказать Не Говорил Он Намекал Я Ему Естественно Даже Не Думай Сказал Он Намекал Что Я Пойду На Войну Он Намекал Что Если Приед Поезд То Придется Идти Вот Так Он Намекал Мне Я Говорю Ну Пока Не Пришла Вот И Сиди На Папе Ровно Никуда Не Дергайся Все Мы На Эту Тему И Закончили В общем Вот Хорошо В Разделение Ты Попал Так Подписал Я Контракт 150 Дивизия Мотострелковый Пол 102 Первый Бат Первый Бат Сколько Ты Там Провоевал Вот Это Все Время Да На Какой Должности Должность У Меня Старший Стрелок Занимался Я Полтора Года В основном Вот Именно Снабжением Но Тут Нашему Командованию Пришло В голову Закончить С нами По Другому Что Такое Снабжением Я Доставлял От точки А До точки Б Сух Паи Вода Сухие Души Короче На войне Ты По сути Не был В окопе Не сидел Вот Перед тем Как Меня Взяли В плен Я Первый Раз Увидел Солдат Много 150 Дивизия Понесла Потерь Дохренища Я знаю Ответ На этот Вопрос Ну Это Реторические Вопросы Управы Много Ну Я Знаю Потому Что На связи Там Дохрена Мясная Дивизия Правильно Так Право Заговорят В каком Полку 102 Полка 102 Полк Это Вы Где Были На Каком Направлении Бахмуд 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 Не 102 Полк Не Помню Не знаю Ну Ну Когда Ты Попал В плен 14 Июля Этого Года 24 Года До Четырн Когда Тебя Из Тыловика Такелажник Да Можно Так Говорить На Тебя А Я Не знаю Определение Кому Тогда Нельзя Говорить Потому Что Ты Б Знал Ну Это Грузчик Тот Кто Разгружает Загружает Ну Нас Называли По-другому Мы Сами Все Придумали Верблюды Водовозы Водовозы Ну Везде По-разному Верблюды Козлы Ну Это Не Обидное Слово Водовозы Водовозы Полтора Года Ты Возил Все Было Круто Получал По 200 Тысяч Насобирал Три Миллиона В отпуске Был Два Раза Отлично Еще В отпуске Два Раза Был Ранений Не Было Нет Я Далеко Был От Линии Соприкосновения Поэтому Меня Бог Миловал Куда Деньги Потратил Они Все Уходили У меня Семья Ну А Семья Куда Потратил Трое Миллиона Рублей Жена Я Сказал На Детях Не Экономить У Меня Дочка И На Коньках Катается И Танцы Сами Костюмы Покупаем И Гимнастика И Английский Язык У Меня Дочка Сколько Стоит Отпуск По Этому Поводу Нам Никто Ничего Не Говорил Не Давали Ничего Первый Раз У Службы Дали Мне Десять Дней Дали Просто Бумажку Где Написано Десять Дней И С Такого По Такой И Все Ему Война Нравилась Потому Что Он Не Был На Войне И Получал Нормальные Бабки Поэтому Было Все Хорошо Когда Ты Стал Именно Уже Солдатом А Не Водовозом Так В Начале Июля Где Примерно Числа Третьего Четвертого Нас Сняли С точки И Увезли На полигон Вот На полигоне Где-то Четыре Пять Дней Из нас Пытались Сделать Супер Солдатов Сделали Походу Вот И Двенадцатого Числа Нас Решили Закатить На точку Куда Непонятно Мы шли Никто Не знал Название Точки Даже Не было Вот Почти Двое Суток Мы Закатывались Вода Закончилась Еще При Переходе При всем При этом По Лесополке Вот Когда Мы пришли На точку У нас Уже Не было Воды Вот Да И еды Толком Не было Почему Потому Что Мы Это В районе Бахмута Да Нет Это Было Уже В районе Ивановского Наверное Ну Да Да Потому Что Я Так Посмотрел По Карте Что Вроде Как Так Понятно Какая У вас Была Задача Сидеть На Точке И Охранять Сколько У вас Было Сидунова На Точке Сначала Зашло Два Человека К Вечеру Еще Пришло Два Человека Четверо Там Уже Были Кто Или Нет Не Из Наших Там Никого Не Ну Это Были Окопы Какие Блиндажи Да Это Были Окопы Это Были Окопы Стреляло Там Ну Да Там Уже Много Летало Коптеров И Трупы Лежали Были Прилеты Очень Было Ощутим Этот Запах Я Когда Проходил Видел Много Сколько Штук Ой Ну Я Не Считал Ну 1 3 5 50 Больше 10 Точно Так Это Мало Больше 10 То Что Мне Попалось На Глаза Но Запах Вот Этот Он Не Был Везде Он Был Везде Трупный Запах Понял Хорошо Поэтому Сидите Вы Четвером 12 Вы Вы Двинулись Правильно 13 Это Понял Вы Дошли Или Нет Или Как Да Вы Двинулись Мы Да Вы Двинулись Мы 12 Так Сейчас Скажу Так Мы Переночевали В лесу И 13 С Утром Где-то До Попали Через Сутки 14 14 Числа Да Я Попал В Плен Как Это Было Я Пошел За Водой У Нас Возникла Естественная Проблема Вот Ну Командир Группы Сказал Я Я Сказал Что Давай Выйдем На Наших Коптерщиков Пускай Они Нам Сбросят Воду С Коптера Он Вышел Но Нам Сказали Что Вода Будет Только Вечером Вот Жара Стояла Просто Неимоверная Передвижения Какие-то Делать Просто Было Невозможно Потому Что Уставал Через Пять Минут Уже Уставали Так Вот Картинка Даже В глазах Вот Так У меня Не Совпадало С Моими Движениями Ну И Тогда Пошел Я Нашел Там В одном Месте Не Допитую Полторашку Естественно Мы Ее На Всех Разделили Вот И Командир Сказал Пройди Туда Дальше По Голокопам Может быть Еще Найдешь Я Такой Ну Тебе Надо Ты Исходи Потому Что Я Уже Разведку Сделал Тебе Нужна Нужна Была Вода Ну Я Понял Я И Пошел У Меня Еще Три Человека Рядом Которые Даже Доклад Не Могут Сделать Парадеки Потому Что Пересохло Так Что Когда Параде Здесь Спиной Цветом Кошмар Какая Перспектива Товарищами Без Воды Без Еды Ну И да Ладно Там Как бы Особо Есть Не Хотелось Кстати Приходились За полтора Года Твои Умения Кока На Войне Ну Были Времена Когда Я Готовил Командиром Нет Я Для Своих Готовил Для Пацанов Ну В Своей Группе Ну Я Помню Что Готовил А По-разному По-разному Макароны Гречка Что Что Есть То И Готовил Так Что Б Войне Не Понравилось Для Тебя Война Полтора Года Это Организация А Что С Нем Так Советский Союз Как Бы Вот В том То И Дело Что Я Почему То Думал Что Увижу Совершенно Другую Армию У меня Закончилась Срочная Служба В 92 Году И Вот В 2023 Я Попадаю Обратно В Министерство Обороны Спустя 30 лет Да А Ничего Не Изменилось Так А что Должно Было Поменяться Афроамериканцы Добавили Что 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 Должно Было Поменяться Ну Вот Это Вот Сколько Потерь Было В Твоем Полку Я Просто Не Помню За 102 Реально Не Помню Достаточно Достаточно Это Один Или Достаточно Это 500 Не Один Точно И 500 Точно Нет Ну Около Стам Может Быть Да Нет То Ты Всей Правды Не Знаешь Скорее Всего Потому Что Я От Этого Был Огражден Все Говорят По-разному У меня Этой Информации Я Кабата Видел Всего Два Три Раза За Все Эти Полтора Года Один То Там То Сям Добрый Я Вас Не Слышу О Слышу Знаете Меня Первый Раз Слышу Понятно Меня Звучит Дмитрий Я Журналист Из Украины Очень Приятно Беру Интервью Вашего Мужа Если Вы Хотите С ним Поговорить Мне Нужно Согласие На Запись И Публикацию Вашей Беседы Да Я Хочу С ним Поговорить Стой Да Ты Не Вришь Где Ты Находишься И Ты Не Вришь С Кем Ты Находишься В Плену Ты В Плену Но Ты Не Вришь Где Ты Привет Наташа Привет Да У Меня Все Хорошо Вот Как У Вас Дела Да Нормально Как Дети Тоже Все Хорошо Все Ты Сильно Не Расстраивайся Условия Здесь Хорошие Вот Кормят Кормят Хорошо А Она Знает Что Ты В Плену А Ты До Этого Времени Знала Что Я В Плену Наташа Да Мне Товарищи Скидывали И Видео Обращение И Фотографию Твою Все Хорошо Я Понял Вот А Я Могу Ей Вопросы Задавать Да Так что Задавать Вот Ну Ты Знаешь Да Что Сейчас В Принципе Нужно Будет Работать Над Тем Чтобы Как Можно Поскорей Сделать Замену Я Работаю Работаю Над Этим Вот Процесс Пошел Да Я Так Понял Конечно Хорошо Ты С С Командованием Не Связывалась Насчет Чтобы Документы Мои Переслали Тебе Нет На этот Счет Я С ними Не Связывалась Все Я Понял Ну Ясненько Я У тебя Еще Знаешь Что Хотел Спросить Меня Спрашивали Где Я Прописана Я Ведь Не Знаю Где Ты Меня Прописала Где То Временно Вот Все Я Понял Это Значит Получается Не У Родственников Да Где Это У Знаком У Знаком Да У Родственников Не Получилось Все Я Понял Тогда В Ростове У Нас Родственников Нет Нет В Ростове Ясненько Ты Че Такая Расстроенная Все Нормально Не Расстраивайся Я Я У Я Я Знаю Зайка Я Знаю Не Переживай Не Переживай Все Будет Хорошо Все Будет Хорошо Это Блогеры Какие То Ну Да Это Дмитрий Да У него Свой Блог Я Сегодня С ним С ним Познакомился Правда Я Ни Разу Еще Не Видел Его Работ Но Мы С ним Сидим Уже Общаемся Около Тридцати Минут Он Довольно Таки Неплохой Человек Нормально Да Не Факт Во Всяком Случай Во Всяком Случай Мы С ним Дипломатично Нашли Общий Язык Это Здорово Это Обнадеживает А Что Обнадеживает Обнадеживает Да Хорошие люди Обнадеживают Да Вопрос У меня Такой Есть Потому Что Я Все Не Могу Сложить Карты Зачем Он Пошел На Войну У Каждого Свои Побуждения У Него Какие Я Не Знаю У меня Муж Поставил Перед Фактом И В Чем То Это Не Обсуждалось У Нас Семь Е Муж Довольно Так Настырный Человек Поэтому Я знаю Если он Что-то Для себя Решил То Отговаривать И Как-то Там Препятствовать Чему-то Бесполезно А вы А вы Патриотка Да А вы Я Да Я Да Не У вас Просто В профиле Написано Сила В Правда Так В чем Правда В чем Правда Брат Нет Нахрена Твой муж Пришел Меня Убивать Сестра Нахрена Никто Правда В том Что Мы Один Народ Мы Не Один Народ Нет Мы Один Народ Мы Не Один Народ Хорошо Если Если Мы Один Народ Нахрена Половина Одного Народа Посла Убивать Половину Другого Народа А потому Что Это Уже Политика Это Политика И Я думаю Вы со мной Согласитесь Что Народ Народ Ничего Не решает А решает Верхушка Власти Решает Только Вы не народ Вы рабы Поэтому Вы ничего Не можете Решить Вам Вас Это Устраивает Простите Я забыла Как Вас Зовут Дмитрий Дмитрий Я Не Хочу Дискутировать На Эту Тему Правда Да Почему Потому Что Вы Останетесь При Своем Мнении Я Останусь При Своем Мнении Я Останусь При Своем Мнении Что Мы Один Народ И Вы Об Эт Не Пере Убедите Да Я Не Буду Вас Пере Убеждать Мне Интересно Услышать В чем Сила Сила В Правде В Какой Правде Сила В Единстве Вы Хотите Единство Сделать С помощью Автоматов Ракет Круглосуточных Бомбежек Где Она Сейчас Находится В Ростове Да Давай Сделаем Эксперимент Один Прикольный Дмитрий Я Думаю Что Не Смотри Ростов Сколько До Границы Я Не Знаю Чуть Чуть Я Во-первых Не Знаю Где Я Нахожусь Не Важно Где Ты Находишься Я Сам Не Знаю Где Я Нахожусь А Давай Ей Прилетит В Дом Что Нибудь Дмитрий Я Думал Что Я Буду Звездой Вашей Программы Да Я Спрашиваю Давай Договорю С военными Потому Что Мы С Золкиным Подгоняем Дроны Разные Которые Летают На 500 Плюс КМ Давай Ей В Дом Прилетит Правда Будет Сила В Правде Не Надо А Чего Почему На Вахмадет Может Прилететь Ваша Ракета А Ей Не Может Знаешь Да За Больницу Да Не Важно Не Важно Кошмар Ну Это Правда Ну Вы Говорите Там Я Должен Не Ничего Ну Договаривайте Потому Что Я Придумал Прикольную Историю Подгоню Военным Дрон До Ростова Слетаем Там Прикольно Кстати ПВО Сейчас Не Сильно Работает Да Ну Вы Не Молчите Я Тебя Очень Люблю Я Тебя Жду Я Видю Что Все Будет Хорошо Что Люди Придут Все Таки Какому То Взаимопонимание Да Мы Вас Всех Уберем Потому Что Не Знаю Я Всегда Считала Украинцев Своими Братьями У меня И мама Родилась На Украине В Украине В Украине В Украине Ну Бог С ним Пускай В Украине Ну Потому Что Надо Говорить Тогда На Сосии Ну Вы За Чистый Русский Язык Правильно Ну Так Выучите Как Говорят Прилагательные И Различные Другие Предлоги Вы Говорите Не На Сосии Да А Вы Сосии Ну Так Говорите Тоже Правильно Хорошо Я Выучу Ну Ну Все Давай Не Молчи А Что Я Должен Сказать Ну Пока Я Не В Курсе Кому Заканчивается У него Температура Лечим Сашенька В гостях Сейчас Скоро Приедет Вот В общем То Ну Держи Я же Не буду Держать Да Да Я знаю Ну Что Я могу Тебе Сказать Скорее Всего Больше Я не Смогу С тобой Будет Как-то Состыковаться Позвонить Либо Пообщаться Вот Это Единственный Вариант Когда Мы Можем С тобой Увидеться И Поговорить Много Конечно Что Есть Тебе Сказать Но Можешь Говорить Только Если Будешь Говорить А Не Молчать Вот Ну Постарайся Связаться Там С Командованием Пускай Они Документы Мои Пришлю Тебе Вот Хорошо У меня Есть Контакты Я Займусь Этим Вопросом Ну Все Хорошо Зайка Благодарю Тебя Спасибо Тебе Давай До свидания Поцелуй Детей За Меня Вот Все Давай Пока Я Тоже Вас Люблю Пока Зайка Пока До свидания Можно А почему Это плохо Если Прилетит В дом Сейчас Я Посмотрю Да То Что Я Говорил В Каком То Предыдущем Ролике Я Действительно Год Очень Плотно С Одними Военными Общаюсь Подгоняем Всякие Дроны И Там Есть Дальнебойные Дроны Ну Адрес Можешь Не Говорить Я Узнаю Очень Легко Цокольный Этаж Да Они Живут Вот Это Херово Придется Несколько Отправлять А почему Плохо Ну Если Брать В расчет То Что Я Ничего Плохого Не Не Вам Не Жителям Украины Ничего Плохого Не Сделал 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 Ты Пришел Сюда Зарабатывать Деньги Смотри Ты Поставлял В воду Тем Кто Убивал Ты Причастен К убийствам Солдат Который Нажимает На кнопку Чтобы Полетела Ракетка Он Причастен К убийствам Тот Кто Накормил Солдата Причастен Ну Это Косвенно Правильно Косвенно Ну Причастен Я Придумал Давай Ты Получишь 15 Лет Напишите В комментариях Что Сделать Интересней Отправить Дрон Ну Дорого Там Будет Тысячи Четыре Долларов Стоит Или Чтобы Он Присел На 15 Лет За Нарушение Территориальной Целостности Нашей Страны Ты Напал На А Я Поговорю С Военными Я Думаю Что Они Будут Не Против А Как Ты Думал Оно Может Ехать Безнаказанно Ты Ты Полтора Года Бегал С Автоматиком Возил Воду Рубил Бабки Ходил В отпуск Все Нормально У Тебя Как Ты Сказал Жене Сказал Не работать На Детях Не Экономить Ну Это Я Когда По Морям Ходил Это Сейчас Во Время Войны Ну Сейчас Бабок У Тебя До Хренищ Три Миллиона За Полтора Года Да Их Скорее Всего Уже И Нет А Куда Их Дели На Детях Потрачено Ну Что На Детях Можно Столько Потратить Ой Не Знаете Мою Жену Она По 180 У Него Какой Айфон Нет Самсунг А Что Ты Говоришь Жена 180 Тысяч Может Потратить На Что Вы С Детьми Знаете Это Знаю У Мне Тоже Есть Ребенок Это Очень Просто Она Меня Все Ремя Удивляла Как Она Может Это Делать Но У Это Получается Просто Профессионально Например Куда Можно Потрать 180 Тысяч 180 Тысяч Что Это Где-то 100 Тысяч Гривен Ну Я В общем То Сначала Как Бы Интересовался Конечно Мне Было Интересно Почему Она Так Много Тратит Потому Что Как Бы Вы Сами Понимаете Что Не У Каждого Человека В России Есть Такая Зарплата Тем Более Ростов Там И Допустим Какие-то Другие Где-то Может Еще Меньше Зарплаты Вот Да Потратить 200 Это Проблема Потому Что Средняя Зарплата В Ростове 35-40 Во-первых Вы Сами Понимаете Это Квартира Свет Ну Электричество Вода Отопление Все Это 6 тысяч Вот 6 тысяч Все Это Понятно 6 тысяч Осталось Еще 190 Вот Ну И Потом На Детях Ну Хорошо 6 тысяч Потратили 2 Электричество Любые Дополнительные Детях 2 тысячи Занятия Это Максималка Это Я знаю Я точно Не помню Сколько За танцы Наталья Отдает 8 тысяч В месяц Она отдает За танцы Это Считается Дорого Богато Было То Что Мы По 15 Отдавали Все Равно Хорошо Какой-то Клуб Хорошо 6 тысяч Плюс 15 2 Ребенка 30 Куда Сад И так Далее То Ну Вот Одежда Детская Тоже Стоит Так Как Для Взрослого Пойти Купить Ботиночки Какие-нибудь Для Ребенка Они Стоят Так Как На Меня 5 Цены Постоянно Растут Инфляция На Месте Не Стоит Сегодня Купили Масло Одну Бутылку Затокуются Но через Недину Другая Знаешь Почему Твоей Жене Похрен На Тебя Я Сомневаюсь Что Ей Хочешь Я Докажу Не Надо Почему Я Сомневаюсь Очень Легко Вообще Не Напрягаюсь Двумя Предложениями Хочешь Не Стоит Зрителям Наверное Будет Интересно Знаешь В чем Прикол Она Не Знает Кто Я Ну Я До Этого Даже Не Знал Потому Что Ты Не Интересовался Тем Военнопленных А Ты В Плену И Она Знает Что Ты В Плену Любая Жена Любого Чувака Который В Плену Знает Кто Такой Я Или Кто Такой Золкин Знаешь Почему Скорее Сего Общались С вами Нет Потому Что Все Задают Один Вопрос Вот Смотри Сколько Здесь Непрочитанных Сообщений 150 160 160 Это В Телеграме Сколько 1227 Да Угадай Кто Это Пишет 1227 Сообщений Жены И Родственники Тех Кто В Плену С Одним Вопросом А Если Он В Плену С Учетом Того Что Она Меня Не Знает Она Просто Не Интересуется Тобой Ну Точка Живи С Этим По Традиции Военнопленный Это Ты Если Хочет Обращается В Камеру Разбитого Самсунга Со Словами Надо Сюда Идти Не Надо Сюда Идти Если Идти То Что Брать Воды Надо Брать Если Хочет Ну Единственное По По Сложившейся Ситуации В моей Жизни Я Советовал Быв Всем Даже Не Задумываться Об Этому Идти Сюда Вот Если Есть Какая То Возможность Как То Избежать Все Таки Этой Поездки Ничего Хорошего Здесь Не Будет Да Короче Это Его Слова Он Так Видит Да Реально Она Мне Не Писала И Она Тебя Не Искала Где Ты Что Ты Как Ты Передать Тебе Посылку Передачу Созвониться Потому Что Чисто Которые Ты Назвал Это В Одном Телефоне У 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 Второй Телефон Берем Сколько В Этом Аккаунте 400 Было Я Видел А 951 Да Переключаюсь На Другой Аккаунт Ставить Помню А Ну Тут Мало Это Мой Личный И Вот Еще Один Тут Сколько 194 Это Во Втором Телефоне Короче В среднем Пишет Где-то Порядка 2000 Человек Ну Сейчас Наверняка Сможет На вас Выйти Правильно Она Сейчас Так А зачем Ну Просто Узнать Обо Мне Как-то Я Не знаю У Другого Так Ты Ей Не Нужен Как Ты Этого Понять Не Можешь Бабки Идут Все Хорошо Она Ухоженная Красивая Не Идут Я Думаю Идут Я Слышал Что Не Идут Ну Значит Не Идут Но Она Что Тебя Не Искала Так Лайк Подписка Всем Короче Спасибо За Внимание В чем Правда Хочешь Курить Кури И Заканчиваю В чем Правда Мы Все Братья На На Нахрена Ты На Войну Пошел Я Не Мусл Понять Тема Засына Вообще Не Работает Реально Нахрена Надо Было Другой Компромисс Не Тень Так Не Было Компромисса Ты Пошел Для Какой То Цели Для Какой Что Случилось У 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 Цель Какая Отмазать Цена Так Это Не Отмазывается Таким Образом Но Я Ж Об Этим Не Знал Мне Сказали Что Его Даже В Таком Состоянии Как Он С Инвалидностью Глухой Наполовину Он Слышит Через Раз У Него Даже Так Ты Ему За Это Не Говорил Что Ты Идешь На войну Ему Не Говорил Ей Ты Не Говорил Никому Ты Не Говорил Поэтому Что Это А Если Я Не Сказал Там Знаете Какой Скандал Был Какой Она И так Не Всегда Была Потому Что Я Сыну Деньги Посылал Помогал Сколько Ты Ему Отправлял По Разному Ну Бывало С Попросит А Что Он Не Зарабатывает Да Нет Почему Зарабатывал Ну Дети Есть Дети Нет Дети Есть Дети Я Вопросов Уму Никак Не Задавал Я Ему Сказал Сын Вот Смотри Вот Будет Тебе 30 Лет Будешь Просить У меня Деньги Я Буду Давать Тебе В Долг Потому Что Ты Уже Состоящийся Мужчина Ты Должен Сам Обеспечить Себя И Свою Семью Давал В Долг А до Этого Я Ему Давал Так Без Возвращения Сколько Сейчас Долг Сына Сейчас По-моему Нет Долга Он Отдавал Ну Последний Крайний Раз Он Попросил 10 Тысяч Я Говорю Ну Ты Знаешь Что Деньги Не У Меня Они Все Натали Вот Говорю Звони Ей Узнавай Даст Она Тебе Не Даст И Что Она Дала Ну Вроде Как Дала Да Потом Я У Него Спросил Она Дала Ему Ну Будет Отдавать Частями Он Сказ Что Я Отдам Частями Как Зарплата Так Сразу Буду Отдавать Там Три Там Пять Тысяч Когда Как Когда Получится Сколько Отдать Тем Более Сейчас У Тоже Ребенок Уже Появился Так Поэтому Внука Мне Родил Никита А машина Есть У Меня Да У У Жены Есть Машина Какая Хендай Гец Она Специально Обрала Чтобы Детей Возить А Когда Она Его Взял Да Сейчас Сейчас Уже Не Вспомню В этом Году Вроде Она Брала Но Она Такая Старая Что Еле Наверное 16 Она Брала Там Что За 300 За 400 Я точно Не могу Сказать Она Сама Все Это Делала Ты Понимаешь Что Для Своей Жены Ты Просто Финансовый Кошелек Да Я Знаю Это Так И Было Все Не Больше Не Больше Неменьше И Тупо Похер На Тебя Я Просто Смотрел На Нью Как Она Общается Как Она Реагирует Просто Если Ты Был Первый То Я Был Как То По Другому Благодарю А Это Что Плохая Она Какая Крепкая Мне Кажется Может Они Такие Крепкие Куда Можно Потратить 200 Тысяч В Месяц Я Так Понимаю Что Денег Там Нет Все Тратится Под Ноль Конечно Тратится Потому Что Она У Меня Чемпион По Трачению Денег Куда Она Тратит Да Куда Угодно Она С Детьми И На Развлекушки Ходит Каждую Неделю И H2O Там Это Аквапарки Эти Ну В общем Да и дети Растут Лето Сейчас Заканчивается На Следующий Да Кого Ты Хочешь Обмануть Суммы Нереальные 200 Тысяч В месяц Потратить На Кого Я Никогда У нее Не Спрашивал Может Она Вообще Сидит В казино И играет В интернете Откуда Я знаю Никогда Не Спрашивал Мне Главное Ей Хватает Все И Меня Это Уже Не Не Будет Хватать Даже Если Ты Будешь Переносить 500 Просто Дело В том Что Я Так Воспитываю У меня Отец Приходил Когда 300 Рублей Вот Эти Трешки Мамки Кидал На Стол И Все Так Я Я У У меня Карточка Я Ей Свою Карту Отдал Она Мне Свою Карту Отдала Все Она Свои Карточки Сбрасывает Тебе Да Я Скажу Мне Два Блока Сигарет Купить Я Куплю Сигарет И То Через Другие Руки Потому Что Все Время Сидел На Одной Тоже Точке Загружались Продуктами Выносили На Другую Точку Оттуда Иногда Забирали Трехсотых Все Но тут Нашему Командованию Пришло В голову Сделать Из меня 52 Года Какого Боевика Какой Я Боевик Я Ваших Пацанов Увидел Охренел Я Первый Раз Увидел Ребята Вооруженные Силы Украины Я До этого Ни разу Не Видел Отчего Ты Охренел Ну Отчего Ты Охренел Оттого Что Они От нас Ничем Не Отличаются Не Может Быть Вот Отчего Я Охренел Нам Знаете Что Говорят Что Там Блин Яйца Отрезают Там Блин Только Мучают А меня Парни Взяли И водой Меня Угостили И Сигаретку Даже Дали Две Затяжки Затянулся Я Был В шоке От Этого Отношения Так Что Выбирай 15 лет Или В дом Прилетит Ну 12 Лет Вы Знаете Что Я Умер Не Знаю Я У вас Нет Вы Не Люди Вы Не Люди Мы Не Все Такие Вы Все Такие Единицы Кто Не Такие Ну Мне Чисто Интересно Ну Не В дом Точно Чего Там Моя Семья Ну В цокольный Тяжело Ну Вообще Нереально Попасть Но Если Он Станенький Он Может Сложиться Если Прилетит 20 Кг Нормально Ж Это За Правду Это Так Это Тяжело 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 Продолжение следует...